Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас особый день, это день пробуждения Будды Шакьямуни и день его ухода в Махапаре Нирвану. Это день света, это день пробужденности не только его, да, принца Сиддхартки, это день пробужденности нас всех, потому что с приходом Будды, когда он пробудился, он всех нас увидел также Буддами. Это величайший парадокс, который произошел в тот момент, потому что свет его пробуждения, он коснулся каждого из нас с вами. Конечно, мы этого с вами не помним, потому что многие из нас были в низших мирах обитателями адов, голодных духов или же животными, да даже если были людьми, то были далекими от подобного рода послания Будды. Но тем не менее, все буддисты отмечают этот день именно как нашу с вами пробужденность. Именно свет этого пробуждения, он струится в наших сердцах. И очень радостно, что многие-многие калмыки, которые сейчас приняли обеты, что не едят мясо, не вредят животным, не забивают скот, стараются поддерживать моральную чистоту, стараются не вредить окружающим живым существам. Это и есть поддержка этого света, который Будда пролил на нас в 589 году до нашей эры. И сегодня мы отмечаем также и уход его, Маха Пари Нирвану. Этот уход был в 544 году до нашей эры. И сегодня мы можем сказать, что этот уход ознаменован такой датой, как 2617 лет со дня его ухода. И его уход это еще раз подтверждение тому, что пробужденность, она осталась с нами. Мы с вами понемногу, потихонечку мы движемся к этому. И согласно учению Будды мы все остались с вами Буддами, весь вопрос только во времени. И вот когда мы останемся здесь, казалось бы, его нету, мы его не можем видеть, мы не можем его созерцать. Но его учение, именно свет, его учение Дхармы, он проливается и идет. И каждый из нас может этот свет увидеть, услышать и внимать этим строком учения и двигаться согласно восьмеричному пути, который он указал. И в этой связи мы должны быть очень счастливы, потому что у нас с вами эта возможность есть. Ранее, до прихода первого Будды, Кракусанхи, это очень долгие миллионы лет до нашей с вами нынешней жизни. Далее, Будда Канакамуна, также это очень долгое время назад. И следующий Будда Кашьяпа, третий Будда, это также было десятилетиями, тысячелетиями назад. И вот сейчас времена Будды Шакьямуни были времена, когда учение Будд Харма, она вообще отсутствовала в жизни Вселенной и живых существ. И это были темные времена. Мы же с вами живем в светлое время, и мы имеем такую возможность слушать учения, следовать этому учению. И казалось бы, свет есть учение. Мы с вами все пробужденные, да? И тем не менее, мы с вами находимся и страдая в силу своего невежества, в силу своей инертности мыслей, инертности души и инертности духа, ленности духа, мы с вами не находим в себе силы двигаться дальше. Что же можно делать в таких случаях? И вот наши учителя, наши бесценные учителя Римпоче и во главе с Геалвари Римпоче, его святейшим Далай-Ламой, они дают нам поддержку, они дают нам, спасают нас, как утопающих в океане самсами, они протягивают эту руку. И вот сейчас мы, конечно же, после того, как Будда ушел, он оставил после себя прежде всего это дхарму, учение. Он оставил линию преемственности, которую наследовали его ученики Архаты, его ученики Батхисатвы, его ученики Йогины Батхисатвы. И эта линия преемственности двигается по сию пору, и она охватывает нас, и каждый из нас имеет возможность прикоснуться, исследовать этой линии преемственности, слушать богатство учений и получать благословения от учителей наших, которые, по словам самого Будды, он и сказал, что именно учителя будут мною. То есть, когда у него его ученик Ананда спросил, а что же мы будем делать, как мы будем жить без тебя, победитель, богат, и он ответил, я буду приходить с каждым учителем, каждый учитель, который будет возвещать учение, в его устах, в его сердце, буду я. И будет прежде всего, конечно же, и Дхарма, учение Будды о том, как же все-таки нам стать пробужденными. И вот в этот день, конечно же, мы должны себя всех поздравить с этим праздником, с Великим Днем Пробуждения Будды Шакья-Муни и с Великим Днем Пробужденности всех нас с вами. Потому что в линейном, механическом, материальном измерении мы можем сказать, это было где-то 2500 лет назад, и, скажем так, мы здесь только лишь вот сами сидим, и как будто нас это касается только поскольку поскольку. Да, красный день календаря, мы отдыхаем, в этот день мы не будем кушать мясо. И ура, это уже хорошо. Но, с точки зрения квантовой физики, где все относительно, где, собственно говоря, время и пространство, они совершенно что? Единый, можно сказать так, что Будда в настоящий момент он находится под деревом Ботхи, да? Он здесь также возвещает учение, первый поворот колеса учения в Аранаси, и точно так же в этот же день он уходит из этого тела, да? И пробуждается, и становится, уходя в Маха Баринь Ирвану. То есть это происходит здесь и сейчас. И точно так же здесь и сейчас происходит наше с вами пробуждение. Мы, с точки зрения линейного, мы пробудимся, может быть, несколько хальп позже. Некоторые, может быть, через три жизни, да? Некоторые удачливые, они могут пробудиться уже в этой жизни. Но, тем не менее, эта пробужденность, она происходит здесь и сейчас. И это праздник, это праздник о том, чтобы мы с вами помнили о том, что мы с вами есть пробужденные. И то, что эта пробужденность, она находится всегда с нами. И только остается одно. Нам нужно предпринять определенного рода усилия. И это усилие, это усилие, прежде всего, в нашем с вами стремлении. Стремление стать пробужденным. Найти эту для себя возможность. Для этого надо просто-напросто предпринять самые простые усилия. Что нужно делать? Ну, в первую очередь, это надо стать спокойным. Надо стать именно здесь и сейчас, принять себя, такой, какой ты есть, да? Успокоиться и обуздать все свои хаотические желания, стремления, старания уместить в одну единицу времени, сразу пять дел. Это невозможно. Надо просто принять себя, полюбить себя и подружиться с собой, именно как Будды. Если нам это удается, то дальше все очень даже будет просто. Вся беда в том, что мы с вами отчуждены от самих себя. И это отчуждение, оно вызвано многими-многими предыдущими жизнями. Мы то и дело с вами стараемся убежать от самих себя. Мы думаем, что я – это когда я буду иметь большой кошелек. Что я – когда меня будут все уважать и любить. Это невозможно. Я буду такой хороший и красивый, если у меня будет хорошая и красивая жена или хороший и красивый муж. Я буду такой садостаточный, если у меня будет много-много детей и внуков. Это объясняет нашу с вами тревожность, нашу с вами озабоченность и наше жадное стремление чего-то иметь. Очень важное понимание того, что когда мы так с вами уходим в какие-то внешние цели, мы всегда становимся очень сильно зависимыми от окружающего мира. Мы и так зависимы. Мы взаимозависимы со всем этим миром. Но одно дело, когда мы зависим от этого мира, исходя из своих собственных туманных представлений иллюзорных, или же мы понимаем эту взаимозависимость и благодарим. Потому что благодаря именно осознанной взаимозависимости мы понимаем, что все живые существа были нашими мамами и папами. Все живые существа проявляли к нам заботу, любовь и сострадание. Все живые существа помогали нам вырастать, становиться умными, образованными и достойными людьми. Так вот, очень важно, чтобы мы с вами это смогли осознать. И вот эту осознанную взаимозависимость принять и согласно учению Будды идти и двигаться по этому пути. И тогда мы придем к пробуждению. То есть для пробуждения нужны две вещи. Надо в первую очередь принять себя, полюбить себя и стать спокойным. Второе – включить взаимозависимую осознанность. То есть взаимозависимая осознанность – это всегда благодарность. Это всегда стремление повернуться вокруг себя и увидеть, что вот они все живые существа. И все живые существа хотят того же самого, что хочу я. Все живые существа хотят быть счастливыми и не хотят быть несчастливыми. Когда мы с вами эту осознанную взаимозависимость понимаем, тогда мы можем жить гармонично со всем окружающим миром. Когда мы ее не понимаем, то вот эта неосознанная зависимость от других, она делает нас несчастными. Она отождествляет нас с вами с какими-то модами, с какими-то хотениями, с какими-то стремлениями. И мы с вами всегда будем на такой, знаете, маятнике. На одном гребне маятника – это когда я чего-то удается, и я такая сильная, мощная, и я величественная. Мы всегда бьем себе в грудь и ходим в грудь колесом. Но потом мы где-то падаем в днице, мы роняемся. Почему? Потому что у нас что-то не получается. Я где-то что? Сказал о ней то, что-то подумал не то, что-то сделал не то. И в конечном итоге мы улетаем на другой маятник – это маятник нашего самоунчижения, самокритики, апатии и так далее. Но там остаемся не так долго. Если долго, то это депрессия, и мы улетаем куда-то вниз. Это уже начинается, скажем так, хроника. А нет, у нас, как правило, у обычных людей мы опять куда-то… Зато у меня, скажем так, все зубы целые, да, в отличие от тебя, да. Зато у меня что? Муж покруче, да. Или же у меня там что? Стильные, как говорится, у меня туфли, гребень величия. И вот так мы с вами в этом маятнике будем очень долго двигаться, прыгать. И это, собственно говоря, есть самсара. Если мы с вами разотождествимся и уйдем, и осознаем, что это качание на этих качелях, на этом маятнике – это вечная-вечная боль и страдание. Нужно просто посмотреть внутрь себя, увидеть, принять свою буддовость и двигаться к ней. Двигаться к ней, еще раз говорю, через осознанную взаимозависимость со всем миром и постараться к этому миру относиться к состраданиям. Потому что когда ты видишь, что вот человек на твоих глазах за какое-то очень маленькое время, он взлетел в глазах своих до величия, он такой горделивый заходит. И потом что? Через некоторые времена он тут же начинает плакать и рыдать, потому что не все так в жизни его сладко. Конечно же, это очень важно нам научиться смотреть на этот мир без этих очков иллюзий и страхов, надежд и каких-то фантомов. Обо всем этом нас учил Гудро. Ты, который был там, Куда никто не отважился ходить, ты будешь моим Богом? Создатель, наконец-то я встретил тебя. Ты не сможешь построить свой дом вновь, но я и есть твой дом. Ты живешь во мне, Повелитель моего эго. Ты иллюзия. Ты не существуешь. Земля Мой свидетель. Мой день. Мой свидетель. Мой день. Мой день. Мой день. и я это говорю сейчас поздравляю вас с этим праздником но я хочу сказать что символ веры символ веры буддистов это прежде всего вера в буду в дхарму и сам я задаю вопрос иногда молодыми людьми вообще буддисты они во что верят и иногда у людей сразу короткое замыкание потому что богом и не веры которые там где-то нас скажем так сотворил и нас с вами где-то держит и так далее что же мы верим мы веруем прежде всего когда мы верим буду здесь не только будды шахи амуне которые там мы верим множество будд которые стали буддами за многие 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 кальпы и он лет мы верим в то что каждое живое существо есть будда и все это входит в первую драгоценность буду мы веруем в дхарму учение будды которые он возвестил но мы также веруем в дхарму как закон жизни всей этой жизни именно дхарма учение будды она рассказывает о том как устроена эта жизнь и мы веруем в общину мы веруем в тех учеников будды которые есть благородная ария санха это уже те которые просветлели которые уже достигли высочайших уровней ступени бодхисат ну веруем еще и в тех простых монахов до мирян йогинов которые находятся рядом с нами может быть скромные незаметно и мы веруем что они идут по пути не для себя они идут ради нас с вами они занимаются практикуют и они делают очень благие дела как учил гуда ради всех живых существ это крайне важно и когда я вы знаете что каждый раз я говорю что если вы будете сейчас молиться и просить бурханов сякюсна в одном из описан если вы будете просить только за себя и за свою семью буин добродетельная заслуга заслуга нужно для того чтобы пробудиться самому и всех других помочь в этом он будет очень маленький но если вы будете свои молитвы включать как можно большее количество существ тогда и огромнейшее количество заслуг будет собрано вами и вы будете очень двигаться эффективно и быстро по пути пробуждения и вот сегодня я сейчас скажу такую новость которая должна скажем так вас немножечко встряхнуть потому что начиная сегодняшнего дня в чате аргакинского хурула будет одна каждый день будет повторяться одна информация и эту информацию вот с назойливостью скажем так комара который вот зудит над вашим ухом я буду говорить на каждой трансляции более того я буду выступать с этим буду на каждый день можно сказать в зуме в ютубе в ватсапе то есть я буду к вам приходить гости а посыл простой и очень ясный для того чтобы напоминать о том что мы с вами будды да о том чтобы мы с вами проснулись придем 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 и вот тут мы должны проснуться вот для этого две тысячи шестьсот семнадцать лет назад когда в кушинагаре будды шакьяму не уходил до его стали просить а что же что же от тебя останется как же мы будем как мы останемся о том что ты был как только одни слова он говорит нет когда я уйду до после кремации вы найдете в моем что найдете вот эти шарики шарира шарира это разноцветные шарики которые остаются от будды от бахисаттвы которые сами по себе себе символизируют энергию пробужденности и от этой энергии пробужденности от этой силы и пробужденности идет благословение и он сказал восьми местах где я давал учение вы поставите ступы и в эти ступы вы заложите эти шарира далее он сказал а последствии вы будете делать статуи с моим изображением и вы будете ставить эти шарира и эти шарира они на самом-то деле они умножаются они увеличиваются сейчас примерно по статистике нашем мире около 50 тысяч ступ где примерно в каждой из них есть шарира будды шахиамуни казалось бы было всего восемь да но их стало сейчас очень много потому что эти шарира что они они умножаются такие шарира остались от множества других последователей учеников будды которые достигли пробуждения это не только шарира от них остаются и берут их волосы их атрибуты их атрибуты их одежд их личных вещей которые они были и вот эти все как правило шарира волосы и такие священные реликвии они остаются и их закладывают ступы статуи в изображение будд бодхисат и ровно месяц назад ровно месяц назад наш учитель играем больше надо сказать что вся его воскочная азия наши собратья буддисты они отмечают такой день как сегодня весак это день пробуждения и отмечают как правило в полнолуние мая и вот полнолуние мая как раз было 5 мая почти месяц назад и вот мы я получил сообщение потом мы связались поговорили с им почи и он сказал такую новость от которой у меня скажем так было конечно же небольшое скажем такое хорошее переживание то есть я был в шоке почему потому что как вы помните мы были у юдра винхочи в начале апреля и можно сказать числа 10 апреля при отъезде своем из непала мы принесли статую которую приобрели в непале статую ария авалакитейшвари бодхисаттвы любви и сострадания это сердечный сын если вы увидите за моей спиной то есть изображение есть его четверг рукой формы мы купили статую тысячи рукую одиннадцатиголовую статую и которые я попросил очень осветить ее и по возможности если есть такая возможность заложить вот эти реликвии шаира то есть именно статуи чтобы она обрела эту силу и моя просьба он сказал хорошо я все сделаю все будет сделано и потом посредстве наша группа паломников она привезла вот по главе с басан ламой и мы эту статую водрузили у себя в хармоцентре и намерение было такое что мы увезем на хурул и на хуруле она у нас будет стоять в почетном месте но и драйон почему сказал что ты знаешь я заложил туда в статую до реликвии ни одну и не две до его как хорошо замечательно я очень благодарен то есть мы все очень счастливы что он сказал я туда заложил и он мне прислал список такой он говорит посмотри я посмотрел список это сто двадцать шесть реликвий от ста двадцати шести будд бодхисаттв йогинов да те которые достигли пробуждения эти сто двадцать шесть там есть имен с разного рода реликвиями там есть и шариры там есть и волосы там есть личные вещи великого йогина миларепы есть шарира от великой йогини дакини мачик лабдрон которая организовал создала вот именно такую практику чет там множество таких вот выдающихся великих учителей когда прошлого то есть начиная самого будды шаки амуни гуру лимпочи иши цабьял и далее этот список идет до мастеров девятнадцатого века я конечно же был очень поражен и я потому что знаю что это мы ламы знаем что такое реликвии и когда мы приступаем к строительству ступ храмов мы прежде всего думаем о том какие реликвии нам нужны чтобы заложить их статую ступу потому что без реликвий как правило статуя это просто архитектурное сооружение оно не является именно местом поклонения силы и мощи и храм который не имеет статуи с хотя бы одной реликвией это опять же это просто здание скажем капитального строительства вот почему очень важно чтобы были эти реликвии и я конечно же воскликнул и я очень был поражен я конечно сказал что это статуя вот она должна быть в храме отдельным она должна служить людям и он я попросил его тут же благословение то есть и он конечно же сказал израиль почве он сказал да я даю благословение делайте и вот тогда я задумался потому что для того чтобы это статуи этот храм были служили людям чтобы люди приходили туда поклонялись и получали именно вот это статуя это ступа например с реликвиями это знаете это как от сердца к сердцу вот на востоке делают такую знаете руки складывают вот таким образом это от будды если вы помните да я объяснял что вот два пальца внутрь складывается это трон будды и внутри в пустоте главный принцип до буддийского учения находится сам будда сердце у каждого из нас есть вот эта буддовость и когда мы обращаемся от буддовости в буддовости другому человеку кланяемся мы это на востоке называется намаскар да и статуя она будет пробуждать каждого кто будет видеть ее кто будет поклоняться и кто будет читать о мане под мохом и мы сейчас ездили мы везли эту статую к себе на хурул и там провели восьмидневный ретрит по нюнгне это практика поста тысячи рукава чин рези которые традиция идет от гелангмы полно этой традиции полторы тысячи лет я вам хочу сказать что присутствие всех этих учителей самого чин рези будды шаки амуни когда ты простираешься перед ней ты молишься читаешь о мане под мохом оно конечно же просто-напросто просто ошеломляющее и вот сейчас я хочу объявить о том что за этот месяц нам удалось подготовить проект такого храма ария аволакитешвары за этот месяц мы примерно час уже почти определились с местом строительства и я хочу сказать что да мы будем строить в листе храм ария аволакитешвары он небольшой он проекты я буквально сегодня завтра опубликую изображение и будет мое обращение ко всем с тем что мы с вами будем строить этот храм в ценах 2017 года это пять с половиной миллионов рублей в нынешних ценах это примерно около восьми миллионов рублей мы ведь хармо центр на это строительство сейчас выделяем миллион двести пятьдесят тысяч и это будет тот задел на который мы будем начинать нашу наша реализация этого проекта плюс те курсанты которые занимаются у нас на курсе путь будды они уже собрали около 60 70 тысяч рублей далее я провел три трансляции позавчера и вчера из ростова и сегодня вот были подношения на данный ритуал примерно собралось около 100 тысяч рублей и вот все эти 100 тысяч рублей они идут фонд этого строительства также мы будем объявлять этот сбор и я думаю что примерно через полтора два года мы с вами получим городе листа именно такой храм ария аволакитешвары где каждый из нас может поклониться всей будди шаке амуни и ария аволакитешвари ария бала геген и 126 великим йогинам бодхисаттвам и буддам пробужденным которые благословляют нас и вдохновляют нас на то чтобы мы с вами пробудились я уверен том что все кто меня сейчас слушают они поддержат данного рода именно предложение и в этот день в этот праздник праздник пробужденности праздник буддовости каждого из нас с вами это очень благой и хороший день чтобы начать реализацию этого проекта вот сейчас я попросил бы всех вас сейчас мы будем обращаться буддишаке амуни 16 архатов далее будет чтение сутры алтнгеру и далее будет тамбарма тамбарма это как раз чтобы учение будды развивалась то есть чтобы она двигалась и расширялась чтобы как можно больше людей приходили и становились на путь будды и завершение мы будем гневной форме ария аволакитешвари это бодхисаттве махакали гомбо махакал это защитник шести руки махакала мы будем делать его подношение с тем чтобы он поддержал и убрал все препятствия которые стоят на пути к этой реализации и эти препятствия это прежде всего наша ленность наша апатия наша готовность скажем так плыть по течению и не вносить свою жизнь ничего нового ничего того что могло бы нарушить нашу с вами вот эту улитковость и я думаю что сейчас настал тот период для многих многих тех кто слушает здесь меня кто будет слушать последствий до кого будут доходить эти я думаю волны этой новости этого знания у нас группе 2800 человек я так подумал если каждый из этих людей да вот сейчас внесет под 1000 рублей то это будет 2 миллиона 800 тысяч рублей но это сказка то есть но я верю в сказку я верю в сказку я думаю что многие из тех кто есть нашем чате они нас поддержат вот спасибо за внимание я очень был великоречив и наверное порядком вам надоел и лучше я буду сейчас конечно читать молитву но то что я сказал она имеет думаю очень важное значение для того чтобы мы понимали что происходит в этот день да и что может привнести в нашу жизнь чуть больше осознанности чуть больше любви сострадания и самое главное активности то есть активности встать и что-то делать если вы помните фильм тынгиза абуладзе да с чего начиналось как бы вот восемьдесят шестом году помните дорога к храму да где дорога к храму да и там бабушка отвечает дорога храму находится где находится в твоем сердце вот точно так же дорогу храму просто построить здание поступ построить это это достаточно ну скажем так сложно конечно но это решаемая задача но как хотелось бы чтобы через это строительство через сбор этих средств через движение скажем организованного там до строительного характера все-таки прежде всего было движение наших сердец к осознанности к любви к свои собственные буддовости чтобы мы с вами дорогу к храму начали строить здесь и сейчас в своем сердце больше любви больше осознанности больше понимания и больше смысла для нашей с вами жизни я думаю что ария валакитейшвара да будда шаки амуни наш учитель юдра импачи наш учитель нубар импачи которые оба поддерживают этот проект дали благословение мы с вами все это с вами сделаем и так сейчас надо представить перед нами будда шаки амуни в окружении него находится 16 архатов надо понимать что 16 архатов это еще и 16 бессмертных которые находятся здесь и с нами и которые все время могут проявляться и поддерживать нас с вами и сейчас мы будем обращаться с тем чтобы они поддержали наш с вами вот этот проект строительство храма ария алалакитейшвары вначале идет с утра трех памятования трех драгоценностей мы видим буддуша киамуни рядом с ним два его главных ученика далее 16 архатов сзади за спиной находится в буддуша киамуни свитки ганджура 100 томов и здесь в окружении находится множество его учеников и мы видим эти три драгоценности и мы восхваляем их мы их приветствуем мы поклоняемся им и мы выражаем им огромнейшее почтение и готовы служить и помогать этим трем драгоценностям чтобы они служили всем живым существам ради их пробуждения а а а а а а а